Привет, ребята! Мы на полуострове Рейли! Все булочки идут моей ароматной Маст визит Погуляю по мангровым джунглям Вообще, воды нету просто Просто нет воды Смотрите, Стипани на Трэвел Что-то такое! Это секрет! Смотрите, Стипани на Трэвел! Доброе утро, Наташик! Доброе утро! Куда сегодня путь держим? На сказочный остров. Не скажем о знаке. Знаете, друзья, попозже. Смотрите дальше, и в этом выпуске вы все увидите. Друзья, мы заселились в номер отеля Palas Unang Resort. На два дня мы приехали в провинцию Крабель. Давайте я вам покажу номер. Слоники сразу бросаются в глаза. Такой ковер, бабушкинский стиль. Широко было спать. На тусика я даже не доставал рукой. Очень далеко легли друг от друга. Шторки полное днище. Видимо, кондиционер когда-то прокапал. Такие вот, наверное, остались. Но это, конечно, все фигня. Это мелочь. Вот такой вот шкаф умывальный. Все есть. Туалет и душевая кабинка, хотел сказать. Да это даже не кабин, тали. Вести. Помылись. И водичка стекает вот туда. За туалету стоит отверстие. Вау! Что мы здесь видим? Скалы, горы, провинции Краби. Это, друзья, конечно, обалдеть. Кстати, внутренняя часть территории. Бассейн, лежачки. Сам балкон довольно-таки просторный, длинный. Здесь можно вот посидеть. Вот так вот выйти среди зимы на балкончик. Плюс 28 градусов. И смотреть на вот это вот великолепие. Так что лично я могу рекомендовать. Если вам нужно быть в центре гуще событий, рядом с пляжем, добро пожаловать сюда на несколько дней. Все супер. Пересечение двух улиц основных Аонанга. Вот видите, вдоль пляжа. И туда наверх горы. И вот на пересечении двух этих дорог находится билет-тикет, где можно купить билеты в любую сторону. В том числе и рели-бич. Привет, ребята! Мы на полуострове Рейли. Добро пожаловать в этом выпуске. Смотрите, будет просто Вася бомба! 10 минут, и вы в этом сказочном нереальном месте. Вот на таких лодках мы добрались до полуострова Рейли. Еще его называют. Рейли, рейли, по-разному. 100 бат это в одну сторону. То есть туда, обратно будет стоит 200 бат на человека. Этот пляж входит в десятку самых лучших кружей мира. Полуостров Рейли можно разделить, условно говоря, на три части. Точнее, на нем находятся 4 пляжа. Один так себе, он, в общем-то, некупабельный. Это Рейли Восток. Самые два лучших пляжа считается это Рейли Запад и Прананг. Некоторые называют его островом. На самом деле он не остров. Он соединен напрямую с материком. Просто сюда нет дорог из-за вот таких вот неприступных скал. То есть от материка он огорожен вот такими скалами. И поэтому сюда можно добраться только на лодках, на лонгтейлах. Можно взять в аренду каяки, поплавать вокруг скал, посмотреть местные красоты. Вот там вот в той стороне есть замечательные высокие скалы. Можно испробовать себя, испытать для тех, кто любит лазить по скалам. Полазить, кто выше, кто дальше. Ну только посмотрите, какая здесь красота. Это просто-просто что-то нереальное. В том, купаешься, загораешь, делаешь фотографии и просто получаешь визуальный оргазм. Вообще просто прелесть. Мы зашли вот до этого пляжа. Здесь очень мало народу. Поэтому я попробую сейчас запустить дрона. Давайте просто посмотрим один раз на эту красоту сверху. Полетели! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ты встретишь Новый год, так его и проведешь. Смотрите, Наталья хочет точно как в этой песне встретить Новый год и здесь его провести. Здесь вообще потеряли дни. Какой день недели, какое число. Вообще забываешь, не думаешь об этом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 успеем кистить. Нужно будет обязательно еще раз сюда вернуться. Давайте все-таки посмотрим, подойдем под скалы. Что там интересного? Какие виды? Я сейчас специально молчал, чтобы вы услышали, как Андаманское море бьется от скалы. Слышите, какой звук? Ну, здесь надо быть поаккуратней. Если сильно задеть ракушечник, можно порезаться. Вот такой он естественный грот. Вообще огонь. Надо фотографии поделать. Да, Наталья? Рыбки плавают. Я бы даже сказал, не рыбки, а мальки. И здесь еще кайфово. В день спрятались от прямых лучей солнца. Стало довольно-таки приятно. Мы хотим сделать фоточку. Сейчас найдем один секретный пляж. Секрет бич. Как мы его сейчас назвали с Наташей? Дали ему имя. Конечно же, он никакой не секрет бич. Но там вообще никого нет. Не бойся. Нет, это палка. Вон один секретный пляж, а вот второй секретный пляж. Глубина, вы видите, Наташи по пояснице почте. Вот, да, там основной пляж. И вот так обойти два уступа. И мы выходим на так называемый секретный пляж. Есть секретный пляж, есть секретная девушка. Что только не сделаешь ради прикольных бомбических фоток. Мы мало фотографируемся на самом деле. Да. В основном мы ведем блог, очень много снимаем видео для YouTube и сторисы для Instagram. Подписывайтесь, друзья, Степанята Travel в Instagram аккаунт называется. И Претти Натка прекрасная Наталья. Претти точка Натка. Это что-то нереальное. Дасейш фантастиш. Субтитры создавал DimaTorzok А это две булочки идут мои ароматные поджаренные. Нашли какое местечко смотрите, классное. Рядом со скалой тенечек и вам рекомендуем пройдите до этой скалы здесь меньше народу. Paradise? Paradise. Paradise. Наталья боится варанов. мы здесь видели парочку. Это все-таки ихняя территория. Потому что мы здесь в гостях. А хозяева на самом деле острова это белки, вараны и скалопендры. Пойду погуляю по мангровым джунглям. Посмотрим, что здесь есть. Может, кобру встречу или варана. Вот они, джунгли. Днем они милы и прекрасны. Но ночью бы я сюда не захотел заходить. Какая-то табличка, варнинг, внимание, опасность. То есть ни варанов, ни змеек, ни даже обезьян. спят, видимо. Все-таки день здесь от Наташи сидит классный. Ну, а мы переходим на пляж Рейли-бич Восток. Он не купабельный совершенно пляж. Лодки, мусор вывозится с острова. Вот он так выглядит. Он не купабельный совершенно. Тут мангровые заросли, всякие деревья. Мерри Крисмас. Вот уже готовится кафе к Рождеству. Сюда мы прибыли на лодке за 100 бат Рейли-вест бич. Прошлись вот по этой дороге аллеи, тропе, как угодно на East Beach. И опять же по этой тропе идем на пляж Пронанг Бич. Там тоже красивые виды. Можно покупаться и даже встретить скалолаза Андроныча. Мы сейчас и подойдем. Поговорим с ним, пообщаемся. Указателем Пронанг Бич 5 минут направо. Очень живописная тропа. Очень красиво, друзья. Как сказки. Это дорога на Viewpoint. Кому не лень, пожалуйста, по таким камням с помощью каната. Ну, Бог вам помощи. Эх, а воздух какой, воздух. нет, вот здесь круче. Кричит. Классная тропка, ребят. Прикольная. Если вы сюда приедете, вы по ней пройдетесь. Вся тропа пронанга занимает минут 5 ходьбы. Но вы увидите, среди каких видов мы ходим. И вот мы выходим в пещере пронанг. Вот ради всего этого столько людей сюда порой приезжает. Не только просто купаться на пляжах и делать фоточки, но и ради вот этого. Так что, кто увлекается этим делом, кому нравится это или просто хочет попробовать себя. Добро пожаловать Рэй Ли. Добрый день. Мы уже второй раз к вам подходим. Можно с вами выезжаете? Нет. Мы приехали. Вот у меня если ничего не скушаем, к вечеру она уже надо кидать. А чем в основном питаетесь? Курица. Курица. Сами делаете или покупаете? Кормят. Кормят? Добрые люди? А сало откуда? Так, сегодня мне принесли подарок. Вот эту сучку принесли. Сухарики и сало, да? Вот это принесли. Сахар принесли. Сухари принесли, но капуста моя. Капуста квашеная сегодня. Огонь. 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 Огнище. Бомба. Бомба? Человечище просто. Андроныч. Подписывайтесь. страница ВКонтакте у вас есть? Группа. Группа ВКонтакте Андроныч. Столбист. Из Красноярска, да? Из Красноярска. Деревня себя пила после военного времени. Женщины приходили себе в синяках. Я так думал, это нормальное явление, жена идет в синяках и все говорили, это фонарь, чтобы ночью ходить. У меня такое понятие было, что такое было, что жену набить обязательно, чтобы она синяками была. это нормальное явление. Женат не скучает? Моя? Да. Моя рядом. Да, моя что будет скучать? С внуками. Она когда сидела здесь, она сказала, что я уже устала отдыхать, мне нужно вязать, что-нибудь работать, а что я ничего не делаю? Уже привык к какой-то теплой стране, то я приеду, мне будет тяжело там, потому что очень холодно, и твой организм будет тепло. В апреле ты зал не знаешь? Да, в апреле, ну там мне начинается сразу, еду в Москву на конференцию, я потом году приехал на конференцию Москва, в огромный зал, такие там ходят бизнесмены, у меня такой чувак закажу, чтобы подвигать первые люди, показывать шоу, это ты, говорит, там стоки на руках делают, видео прошло 10-300 миллионов, просто видео на руках я стоки делаю, я это я, ну, покажите, как делаешь, я раздеваюсь, руками щелк, я не просто делаю стоки на руках, наши, говорит, что вам было понятно, смотрите, где мы сидим, рядом со скалой, пещера, а вот там за Наташей, смотрите, опять же, фалосы, 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 вообще в Азии фалосы, это не просто так, это целый культ, целая религия фалос мужской, ну, я объясняю твою религию, ребятам, ругаешься, гневаешься, обижаешься на нее, у тебя даже быть всегда душевно равновесия, это самое главное в жизни, душевно равновесия. Андронович, а есть такое, чего вы боитесь? Кастоясь, я уже без страховки, подписываюсь, ну, там другая фамилия написана, значит, дух падешь, нужно вырабатывать душевно равновесие, и сила духа должна быть, я, такая, сила духа, сила духа, да вот, ты должен ничего не бояться, например, собаку, вот у меня, здесь собака у нас в батареи, она маленькая, она, вопременно, кидается собаку на меня, вот только она будет хозяина, где-то взят отеля, и она встречает меня, и я, так, иди сюда, видишь, что из нее уже крутой чувак, иди сюда, она, ты-ты-ты, она же боится, там она такая, герой, здесь я ее уже напугал, она весь, здесь стоит парень, крутой, а когда там я боюсь, и она, она сама боится, герой, потому что я боюсь, надо не показывать свою страху, а только если, она так сглалась, она думала, может, ты должен ничего не бояться, сама в нашей жизни не бояться, страх не забивает, у меня, мне кажется, такой организм, когда появляются какие-то опасности, я полплю, когда там гром гремит, что-то падает, все там, все, конец, и у меня начинается настроение хорошее, я, вот это да, но не бояться собаки, это все понятно, а может некоторые люди боятся, например, стоматолога, зубного врача, ну конечно, нужно врачей бояться, есть фобии какие-то, вот врачи, медседеры, конечно, уже боятся, потому что они такие, врачи хитро-мудрые, они говорят, у тебя здесь болит, он улучшает тебя, что у тебя болит, и он говорит, да, у меня болит, ты должен, что ты уже, у меня ничего не болит, у тебя, наверное, болит, ты должен, да, отказаться от этого, ну что, мой френд, иди снимите видео, иди сюда, иди поешь, давай, вот, вот, это, сак, сак, да, сак, а когда начали заниматься йогой, ну, йогой, когда я заболел, я же, влажь, влажь, по скалам, мне сми раз заболел, заболел, ааа, больно, для понятия, что я могу, мне говорят, добрый, муж и растяжка, не, это процессор, дело в том, что уставок на ту же, муж и делся, ну, гимнастик, да, да, у тебя без пикуры, да, у меня, огнище бомба, напоминаю человеку 70 лет, который рекламирует здоровый образ жизни, не пить и не курить, и не разоржаться, шикарно делаю искусство по островам, один остров, на этот остров, как живут такую, буквально живут такую, и когда прилив, они приходят, и пещерка, вот как хочешь, когда пещере, постоял, постоял, погулять акула, большая, ну, где-то с белого, не, не белая, коралловая, рифовая, она вот такая крупненькая, такая, ну, главное не шевелишься, а если ты начнешь там подключать, шутиться, она убегает, боится, бывает такая пещера, там, побываешь, что-то светится, народ, ооо, что такое, я говорю, это секрет, это секрет, как, откуда там свет, зимовать нужны же деньги, наверное, все-таки, я еще доработал деньги давно, а, уже с накоплениями сюда, я начал преподавать им, не только скалолазы, не йога, начал собирать камни с ними, маленькие камушки, в России, я даже у меня сейчас здесь, не могу показать, показать. И начали с ней отдавать какую-то работу, интересную там, я решил, как бы, собирать камни у нас в России, и, как бы, скажем, на них хорошо поднялся, на работу, в 90-х годах, всякие камни были там, в реках были море, моря, всяких камней, и я, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, сразу же детей учил, и у меня получалось, 20 человек, выставляете по речи, 20 человек детей, и директор говорит, Андроныч, я знаю, ты камни собираешь, но ты должен взять, 5 человек, самых отъявленных, пятишек, самых, вообще, там, неуправляемые дети, в горы, в законе, я их беру, их 10 человек, 5 человек, но, самое главное, один парничка, потом в Чечне, в Кусе, как пудрень, попал в Чечню, и спас целый урок, он стал, легкий взять, спускаться, без всяких мережей, как-то грехи чисто, и как-то ему, герой, вот смотри, Наташа, кому достается этот камень, инферсуродник, отбудет века, что я желаю, мне желаю здоровья, самое главное, здоровья, большая жизнь, самое главное, структурировать свою жизнь на счастье, это уже программировать жизнь на счастье, те люди, которые тебе не нравятся, учатся им жить, ты думаешь, ты хочешь помогать им, и никогда не поможешь, потому что они должны прожить их жизни, там, там, родственные, тоже родственные, самое главное, надо же не позволять никому, кто портит твою жизнь, прямо, не позволять тебя, но никому больше путешествовать, как бы, вот, я стараюсь, стою, деньги влаживать, путешествия, У нас канал Степанята Тревел и мы очень любим путешествовать. Очень хорошо. Ты деньги вложишь в путешествие, и они тебе не украдут. Мы показываем людям все самые лучшие места, чтобы посетили, чтобы по нашим стопам, по нашим землям тоже путешествовали. Очень хорошо. Делаем доброе дело. Очень хорошо. Когда ты делаешь доброе дело, даже доброе слово говоришь, оно тебе относится. Вот делаешь хорошее, ведёшь себя, хорошо всё ведёшь. И ты будешь хорошо, тебе будет всегда. Только делаешь хорошо. Как будто не было. Старайся делать хорошо. Я прошу, что ты желание исполнит. Она исполняется. Когда исполнится? Ну, она не сразу. Хорошее желание. Желание нужно загадывать на счастье. Я говорю, он сегодня, видишь, у меня не было камней? Не было камней. И я как бы сегодня не взял камушек. Ну, камень называется Агатый, но камню 300 миллионов лет. Он никогда не сгонёт, не зайдёт, не зажавеет. Смотрите Степанята Тревел. Завтра же наберу, сегодня наберу. Степанята Тревел. Идём вот сюда. Релли из Лич. Вот кафешки стоят. Отлив вообще. Воды нету просто. Просто нет воды. Сюда шли, когда в эту сторону шли, в сторону Прананга утром, вода вот до сюда доходила. Сейчас вообще нету. Вон она где. Очень мощный отлив здесь, очень. Мы через час отплываем, решили подкрепиться с Наташей. Наташа поросёнка, сегодня решила поиграть. Вот новогодняя ёлочка уже. Ну не создаёт нифиганную атмосферу предновогоднюю. Ну нифига. Вот они и повесили там снеговичков каких-то и две ёлочки я вижу мигают. Ну нифига нет такого. Наташа, что у тебя? Карбонара. Карбонара. По-моему, судя по твоему взгляду, днищенская. Да, дно. Но. В Лаананге лучше будет. 200 бат. Вот это одно. 200 бат. 400 рублей. А у меня 180 бат. Это 360 рублей. Вот такой гамбургер. Фри. Гамбургер, видите, не сложен в каком-то непонятном порядке. Обычно котлета в Макдональдсе первая идёт, а потом уже другие овощи. Ну здесь вот так. Ну может это тайский прикол такой. И так вот это 400 бат. Вот это всё 800 рублей. Но рейли он чуть-чуть подороже. Это всё-таки полуостров он оторван. Немного от материка. Собственно такая вот тропа, аллея соединяет рейли бич восток с рейли бич запад. Выходим с этой аллеи. Ресторанчик. И сразу пляж рейли бич вест. Сейчас поплывем в Ау-Нанг. Обратно. Обратно. Домой. Отливище просто. Пошла вода. Так всё красиво, только воды не хватает. Местные устроили уже футбол здесь. Ворота где-то откопали. Молодцы какие. Только Таиланд всё никак не прорвётся на чемпионат мира по футболу. Ребятки любят футбол играть. На Пукете много стадионов, полей видел. В других провинциях. Но что-то пока не срастается. Наталья выбирай. Любая лодка твоя будет. Таиланд 1 до 138. А вот как такой нюанс есть, да? Да. Обрати внимание наших зрителей, что если вы будете отплывать после 6 вечера, то стоимость возрастает до 150 бат. То есть до 6 вечера стоит 100 бат на человека в одну сторону. После 6 вечера 150 бат. Имейте ввиду. Вот так, чтобы добраться до лодки во время отлива, надо идти пешком, снять лобовку. Классно, друзья. Мы на месте. Готовы прийти. Кстати, мы вам не показывали пляж Аудану Пич. Вот он с обрегационной. Сейчас здесь отлив. Море ушло. Ну, по мне так он что в прилив, что в отлив. Но если не днище, то так. Петро. Не очень прям. В общем, если будете вы в Ананге, плывите на ближайшие основания. В первую очередь райли.